В этот день 7 марта родились. Русский художник Борис Кустодельф, Михаил Леонтович, знаменитый радиофизик, один из первых теоретиков управляемого термоядерного синтеза. 7 марта 1768 года в Речи Посполитой под нажимом России православные были уравнены в правах с католиками. В этот день 1975 года на экраны вышел фильм Андрея Тарковского «Зеркало». 7 марта 1960 года в Советском Союзе создан первый отряд космонавтов. Идея набирать кандидатов в первый космический полет среди летчиков-истребителей принадлежала генеральному конструктору Сергею Королеву. Он утверждал, что именно они являются универсалами высшей квалификации, что потребуется в космосе. Истребитель сам себе и пилот, и штурман, и бортинженер, и связист. Королев же задал и самую высокую планку для отбора. Безупречное состояние здоровья при высокой психической устойчивости, рост не более 170 см, вес 70-72 кг, возраст не старше 30 лет. Весной 1959 года по авиаболгам разъехали специалисты из Москвы. Летчики на местах сразу интересовались, придется ли им летать на тех машинах, к которым они привыкли. Третья часть кандидатов отказалась сразу и, конечно, не от страха. Военные летчики любили свою профессию, и им не хотелось сломать налаженную жизнь ради чего-то туманного и неизвестного. Кстати, принцип добровольности действовал в отечественной космонавтике всегда. Кандидат в космонавты мог отказаться от работы на любом этапе, причем без объяснения причин. После собеседования оставшихся вызвали в Москву и погрузили в горнило чрезвычайно жесткой медкомиссии. Испытывали кандидатов на центрифуги при восьмикратной нагрузке, затем в термокамере нагревали воздух до 65 градусов. Это было среди настоящим пыткам. Но тогда не знали, что ждет человека в космосе, и отбирали самых выносливых. Кстати, теперь от многих испытаний отказались. Тогда же, в начале марта 60-го года, пройти медкомиссию удалось очень немногим. Эти офицеры и составили первый отряд советских космонавтов. Через несколько лет их будут называть «Гагаринским отрядом». Первый полет планировался еще на декабрь 1960 года. Но 24 октября при подготовке к первому пуску межконтементальной баллистической ракеты произошел взрыв. Погибли 92 человека. Было принято решение отсрочить полет. Космонавты о произошедшем на Байконуре знали. Знали они о том, что испытания кораблей «Восток», на котором должен был лететь один из них, проходили не слишком удачно. Тогда из пяти запусков успех сопутствовал только двум. Они знали, на что шло. 18 января 1961 года сдала экзамены по общекосмической подготовке первая группа из шести офицеров. В списке рекомендованных полетов первыми стояли фамилии Гагарина, Титова и Нелюбова. В пользу Григория Нелюбова говорило его неформальное лидерство в отряде. Но за это же его недолюбливали. Уж очень он любил находиться в центре внимания. Герман Титов был прямым и открытым человеком. Но командование не устраивало его излишняя горячность, импульсивность. А вот Юрия Гагарина любили и уважали все без исключения. Через два месяца «шестерка» впервые прилетела на Байконуре, где присутствовала при последнем испытательном запуске корабля «Восток-3А» с манекеном по имени Иван Иванович и лайкой-звездочкой. Полет прошел успешно, и Королев кончательно решил отправлять в космос человека. Но на следующий день космонавты стали свидетелями того, как во время первого испытательного пуска боевой ракеты произошел взрыв. Жертв не было, а космонавтам сразу объяснили, что взорвавшаяся ракета не имеет ничего общего с той, на которой кому-то из них лететь в космос. Но и от полета никто не отказался. В итоге Гагарин стал первым, Титов полетел за ним, нелюбов же было отчислено из отряда космонавтов из-за дисциплинарных нарушений. По-разному сложилась их жизнь. Из 20 членов первого отряда космонавтов в космос полетели 12. Имена одних навечно вошли в историю космонавтики, некоторые же не смогли выдержать нагрузок, испытания славой или несбывшихся надежд. Но все они были первыми. Редактор субтитров А.Семкин